Всем привет! Сегодня мы поговорим, как перестать бояться говорить на камеру. Как делать так, чтобы вы и ваше лицо были запоминающимся в вашем блоге. Как вести сториз с помощью вашего лица, когда его нужно использовать, когда его не нужно использовать. И сегодня мы снимем основные возражения. Я дам вам три упражнения, после которых вы точно заговорите на камеру. Конечно же, используя практику. Итак, прежде чем мы начнем и прежде чем я дам эти упражнения, дам конкретные практические действия, которые вам помогут перестать бояться говорить на камеру, я бы хотела разобраться в основных мотивах. Почему же вы не можете говорить на камеру? Почему вам так сложно? Почему этот барьер стоит вообще? Ведь это на самом деле достаточно легко для многих, но почему-то у вас с этим какие-то сложности, какие-то трудности. Бывает такое, что, допустим, в реальной жизни человек, даже спикер, он даже разговаривает, он выступает, он преподаватель. Но как только перед ним включается камера, у него просто ступор, он забывает все, о чем хотел сказать, и не может нормально высказать свое мнение, не может составить предложение, состоящее из трех слов. И я очень часто такое встречаю, и основные возражения, внутренние возражения, основные мысли, они примерно выглядят так, что я не понравлюсь другим, я не нравлюсь себе, как я выгляжу в камере, соответственно, я не понравлюсь другим, я вообще не знаю, что говорить, кто меня будет слушать, я вообще не буду никому интересна, да, и прочее, и так далее. То есть на самом деле это все, разумеется, в наших головах, да, это абсолютно, иллюзия эта абсолютно не является истиной. Вам для начала, да, для начала нужно это осознать, принять как минимум, да, и следовать очень четкой инструкции. Я сегодня вам дам абсолютно простые, очень эффективные три упражнения. Первое упражнение, которое будет занимать вас две минуты в день, ровно две минуты, это важно. То есть это время, которое вам придется тратить на вот этот навык, но придется тратить его ежедневно. То есть важно, чтобы была регулярность, причем ежедневная регулярность до того момента, как вы не начнете говорить в своем блоге. Итак, что нужно будет сделать? Вам потребуется телефон, вам потребуется штатив, и вам в течение одной минуты необходимо себя саму снимать на камеру. Важно! Вы должны себя снимать не на переднюю камеру, да, а на заднюю. Именно так, чтобы вы во время съемки не видели себя, да, то есть чтобы вы не видели, как вы себя ведете во время какого-то рассказа. Что вы можете говорить? Рассказывать вы можете все, что угодно, да, вы никуда это не будете выкладывать, вы можете рассказать, как прошел ваш день, какой у вас муж, какой у вас ребенок, какие у вас были сложности. В общем, все, что угодно. Вы можете рассказывать абсолютно, что вообще вам вздумается, да. Это первая минута. Первая минута тех двух минут, которые мы выделяем на этот навык. Что вы делаете во вторую минуту? Во вторую минуту вы берете ваш телефон и смотрите ваше видео. Без, вообще, без всякого анализа, без всяких разных мыслей вы просто просматриваете то, что вы записали. Дальше с этим видео вы можете делать все, что угодно. Удалить его, да, переслать, может быть, выложить вам захочется в интернет, это все. Но важно, чтобы вы научились смотреть на себя в камере. Это очень важно. Более того, когда вы на себя смотрите, тем более ежедневно, когда вы вырабатываете этот навык, да, вы уже в следующий раз уже по-другому встанете. Потому что вы помните, да, просто чисто эмоционально вы помните, что когда вы стояли, например, там, сложив вот так вот руки, да, там, ну или как-то неестественно двигаясь, то это некрасиво смотрелось в кадре. И в следующий раз, чисто интуитивно, чисто потому, что нейронная связь у вас сформировалась, вы уже встанете так, как это будет красиво смотреться в кадре, и вы увидите буквально через неделю. Вот мы выполняли такое упражнение с одним клиентом, и буквально через неделю она смогла уже хотя бы говорить в сториз, да. То есть я вообще всегда рекомендую при вот такой установке очень серьезной, я рекомендую сначала начать говорить, но, например, себя не показывать. То есть показывать какие-то вещи, которые вас окружают, комментировать это все, рассказывать про это все, и привыкать потихонечку хотя бы к своему голосу в сториз, да. Потому что это тоже для многих реальная проблема, я не могу там слышать свой голос, или мне, ну, мне как-то непривычно, неприятно, он такой противный, он такой некрасивый. Вот, и первое, что вы можете сделать на этом пути, то есть привыкнуть к своему голосу. Что мы делаем дальше? После того, как вы привыкаете потихонечку к голосу, привыкаете потихонечку к тому, что вы снимаете сами себя на камеру, просматриваете это, да, привыкаете к себе. Потому что, поверьте, первый и самый важный человек, который 100-500 раз будет пересматривать ваши сториз, это вы. И очень важно, чтобы вы сами себе в первую очередь нравились на этих историях. Это было первое упражнение. Что мы делаем дальше? Второй очень важный момент, который тоже является таким стопом, да, у многих, и даже у меня был такой барьер, это снимать себя в присутствии огромного количества людей. Например, в метро, или в кино, или в театре, да, то есть вы, ну, включаете камеру, наводите ее на себя, и вокруг очень много людей. И у многих складывается такое впечатление, что, ой, там, ну, этот блогер, ну, че она там, и вот, это в вашей голове складывается такое впечатление, что все что-то о вас подумают, да, что у всех какое-то есть о вас мнение обязательно. На самом деле на вас всем похер. Но, так как мы работаем сейчас именно с вашими установками, я объясню, как можно преодолеть именно этот барьер. Что мы делаем? Мы выходим в какое-нибудь людное место, это может быть то же самое метро, это может быть какая-то площадь, это может быть все что угодно, да, где вы действительно испытываете этот страх. Это может быть даже офис с коллегами, да, то есть у многих, скорее всего, будет именно это место, потому что там-то вы уж точно боитесь записать какие-то видео, какие-то истории, потому что все же что-то подумают, и они же вроде как бы коллеги, и они там будут что-то шушукать и вообще обсуждать вас. Так вот, приходим туда, выставляем вот так на полную, на полную длину нашей руки телефон и звеним какому-нибудь другу, да, и действительно общаемся с ним прямо по FaceTime или по видео в WhatsApp, где угодно, да, есть сейчас видеосвязь. Включаем видеосвязь и общаемся с нашими друзьями в течение, там, 5-10 минут, да, и привыкаем к этому состоянию, то есть это определенное состояние, когда я, там, с вытянутой рукой на большой аудитории общаюсь с кем-то или сам собой. Это тоже вырабатывает навык для того, чтобы вы преодолели этот барьер, да, когда он у вас есть. То есть, если вам это легко дается, конечно, можно это все не делать. Но если у вас есть действительно проблемы с выступлением, там, не знаю, с какой-то записью сторис на людях или вообще просто, в принципе, с записью сторис, я очень рекомендую эти упражнения, потому что я видела действительно результаты примерно через неделю. Конечно, при большом желании самого человека снимать сторис вообще, развивать свой аккаунт, развивать свой бизнес, это действительно срабатывает. И третье самое крутое правило, да, потому что то, что было до, ну, вы работаете над техникой, вы работаете над своими установками. И третье самое крутое правило, да, которое касается, на самом деле, самых близких людей, там, может быть, друзей, родителей ваших, которые все что-то думают, да, думают, ну, какой ты блогер, ну, что ты там будешь выкладывать, ну, какое ты свое мнение можешь вообще сказать в интернете, да, кто тебя слушать будет, да. Все, все то, что вот это вас окружает, это, что будет окружать, оно действительно очень сильно давит. И есть одна простая мантра, просто повторяйте эти три слова каждый раз, когда вам кажется, что кто-то что-то о вас думает. Пошли все нахер. И это на самом деле работает, потому что как только вы понимаете, что вы это делаете для собственного бизнеса, для собственного развития, для развития блога, для развития того, чем вы занимаетесь, вашего салона красоты, да, это привлекает клиентов. И как только через онлайн-канал к вам придут новые клиенты, поверьте, все, кто что-то, когда-то, где-то говорил, они просто все заткнутся, потому что пошли все нахер. Классных вам сториз, не бойтесь быть собой, не бойтесь снимать истории, будьте тем, кто вы есть. Субтитры сделал DimaTorzok